Здравствуйте дорогие аквариумисты! Представляем вашему вниманию артемию солину. В данном случае она поставляется у нас в вакуумных пакетах, представляет собой сухие яйца или так называемые цисты рачков. Инкубация артемии солины происходит вот в таких бутылках, как в нашем примере. Допустим, если нужно больше, берется пятилитровая бутылка и обрезается. Я обрезал паяльником 100 ваттным обычным. Он нагревается и очень легко бутылка обрезается так как надо. Делаются прорези какие-то необходимые для подвешивания и так далее. Принцип, что в пятилитровой бутылке, что в полуторалитровой один и тот же. То есть нижняя часть должна быть конусом. Конус необходим для того, чтобы перемешивание шло равномерно, без мертвых зон. То есть чтобы яйца не осаживались, а постоянно находились в толще воды. То есть имитировалось, скажем так, море, из которого они к нам пришли. Для того, чтобы инкубировать артемию солину, нам необходимо 2 чайные ложки соли на полуторалитровую бутылку. Мы их берем с горкой. Затем берем нужное количество яиц. В нашем случае мы берем половину ложки. Тоже засыпаем их в инкубатор. Затем берем необходимое количество теплой воды. В нашем случае мы берем воду из емкости для подготовки воды на подмену в аквариумах. Заливаем воду, не доходя до края. Сантиметра 3. Если вы сейчас смотрите, то вы видите, что в левом инкубаторе цвет бутылки розовый. Следовательно, там уже вылупились науплии. У новой бутылки, где науплии не вылупились, цвет серый. Затем опускаем в бутылку распылитель. Опускаем до самого дна, чтобы перемешивание шло по всей бутылке равномерно. Все, процесс инкубации начался. Примерно процесс инкубации занимает сутки. То есть, через сутки у нас уже готовый корм. И мы можем мелким сачком и тонким шлангом отсидеть его и получить живую питательную массу для малька второй ступени. На видео мы видим, как малек огненного барбуса питается артемией солиной. Как определить, питается малек или нет? На данном видео видно, что брюшко малька, когда он сытый, когда он питается, увеличивается и становится таким желтеньким, несмотря на то, что малек, допустим, сам может быть абсолютно прозрачным. Первая ступень малька, это, например, только что вылупившиеся Данио Реррио. Мы, значит, если скалярий получаем в инкубаторе, малек получается несколько меньше, нежели когда родители за ним ухаживают. Мы также подкармливаем и искусственников-скаляриков калавраткой. Следующая ступень, это циклоп, который обитает в наших временных лужах, временных водоемах различных. Вот у кого-то в садовом баке иногда появляется циклоп. Это мелкий такой рачок красного цвета. А значит, заменителем циклопа является артемия солина. После того, как малек подтянулся на артемии, его уже переводим на резанный или целиковый мелкий трубочник. В зависимости от размера малька, подкармливаем различными сухими кормами. Я вот люблю, допустим, со старых времен яичный порошок. Он хорошую суспензию создает, только единственное, что не надо никогда давать корма в таком избытке, чтобы он успел еще и пропасть до того, как его съедят. На этом спасибо за внимание. До скорых встреч в эфире. Пока-пока.